Как снять эмоциональное напряжение на работе? Что делать, чтобы не быть зажатым в своем трудовом коллективе? И как установить взаимопонимание в рабочей команде? Именно эти вопросы стояли во главе угла семинара под говорящим названием «Профсоюз. Время твоих возможностей». Мы очень надеемся, что все-таки наши психологические тренинги помогут молодым людям как-то более адаптироваться в этом сложном современном мире, но, естественно, не увидят совсем по-другому роль, наверное, профсоюзов. 20 самых активных молодых и целеустремленных руководителей брестских и районных организаций в первый раз собрались вместе на тематическом тренинге. Молодые люди поделились нажатым опытом общения в коллективе, обсудили вопросы, касающиеся организации групповой сплоченности. Предмет обсуждения таких вопросов был актуален во все времена. В наше особенно, считают участники и организаторы проекта. В рамках данного мероприятия был уже проведен на сегодняшний день тренинг по знакомству, по, скажем так, налаживанию эмоционального контакта между членами молодежного совета. Тренинг в рамках программы предусмотрен по коммуникативным технологиям, по управлению конфликтами. После открытого диалога в знак уважения к подвигам наших предков молодые люди возложили цветы к братской могиле лагеря госпиталя «Ревир». Напомним, с 2015 года это место считается знаковым для учащихся профсоюзов. В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе Бресского областного объединения профсоюзов на месте захоронения установили новый памятник. Чтить вечную память героям, павшим в боях за родину – один из принципов работы профсоюзов. Завершился семинар также не совсем обычно. Участники отправились в велопробег, который знаменует поддержание здорового образа жизни молодым поколениям. Есть различные направления. Одно из которых – это молодежная политика, подготовка актива молодежного, профсоюзного актива, обучение их современным технологиям, работы с людьми, работы с документами, с нормативной базой, ну и содействие здоровому образу жизни. В первую очередь это школа, это идеи, это всегда можно чему-то научиться и воплотить в жизнь именно в своем молодежном совете. Мы же все председатели своих молодежных советов в своих отраслях, в своих городах. Мы собрались со всей области. Это интересно, это поучительно и нельзя отказываться от таких мероприятий.